конечные заставки на ю тубе что это такое для чего нужны и как создать конечную заставку в своем видео привет на связи юлия измайлова практик по продвижению успешного онлайн и офлайн бизнеса через youtube основатель академии видеомаркетинга и сегодня в этом видео мы поговорим о том что такое конечные заставки для чего они нужны и как их настраивать в своих видеороликах но прежде я хочу чтобы вы обратили внимание на правый верхний угол и забрали там бесплатно мой pdf отчет об эффективном использовании алгоритмов youtube но мы идем дальше и так что же такое конечные заставки вот сейчас вы видите ролик в котором последние 20 секунд прям в конце видео поставлены конечные заставки что это может быть во первых это может быть ссылка на ваш сайт страничку захвата лендинг во вторых это может быть подписка кнопочка подписки на ваш канал далее плейлист то есть вы можете поставить ссылку на целый плейлист на вашем канале и какое-то видео да вот сейчас мы с вами видим что мы тоже можем просмотреть вот сейчас их нет то включим ролик и вот вы видели что конечные заставки появились как же мы можем сделать это именно в вашем видео для этого мы заходим в творческую студию я сейчас нахожусь в старой творческой студии но мы зайдем в новую нажимаем кнопочку новая творческая студия и так здесь мы выбираем вот эту вкладку видео так слева у нас видео вот она вкладка и далее мы выбираем видеоролик в который будем ставить свою конечную заставку но у меня по моему вот здесь в презентации курса по-моему я не ставила и так а мы находимся сейчас в настройках видео давайте опускаемся вниз и вот здесь справа мы видим подсказки и конечные заставки нажимаем конечные заставки итак подгрузилась страничка значит что здесь есть но во первых мы можем создавать шаблоны конечных заставок для этого нажимаем кнопку использовать шаблон вот тут видно сразу что есть разные шаблончики как может располагаться конечная заставкой может быть две например подписка и плейлист может быть три плейлист ссылка и подписка на канал может быть например подписка на канал и два плейлиста или два видеоролика и так далее то здесь мы можем выбрать конкретный шаблон для этого нажимаем на него и нажимаем выбрать и потом настраиваем сюда вставляем свои видео и свои ссылки но мы сейчас этого делать не будем я покажу как сделать просто самостоятельно закрываем и здесь вот есть кнопка добавить элемент и так видео или плейлист который мы рекомендуем зрителям нажимаем создать здесь можно выбрать самое новое видео то есть всегда продвигать видео которое загружено последним можно выбрать самое подходящее то есть выбирать для каждого зрителя отдельно а можно выбрать выбранное да то есть продвигать одно и то же видео или плейлист я хочу выбранное здесь я выбираю какой конкретно ролик вот здесь список роликов моих либо есть вкладочка вот здесь переключаем плейлисты то здесь я тоже могу выбрать какой-то из плейлистов я возьму например плейлист удаленная работа он больше подходит к данному ролику нажимаю создать вот у меня появился плейлист на моем видео я могу зажав левую клавишу мыши передвигать этот плейлист поставить его в любое место вот я его сбоку здесь поставлю дальше выбираем подписка да то есть предложите подписаться на свой канал создать и у меня появилась вот фотография на кнопочка подписки я ее тоже вот сюда вверху сбоку поставлю далее добавить элемент мы можем добавить канал то есть рекламу другого канала тогда нажимаем создать и ставим ссылку на чей-то другой чужой канал и ссылку добавьте ссылку на веб-сайт а напомню о том что ссылку вы можете добавлять если у вас уже есть тысяча подписчиков более 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев если у вас подключена монетизация если этого нет то ссылку в конечной заставке вы добавить не сможете у меня есть поэтому я нажимаю создать и сюда ставлю выбираю сейчас возьму ссылку свою например на топ-5 способов заработать сто тысяч на ютубе да вот я выбрала эту ссылку поставила нажимаю далее и вот здесь узнаю то 5 способов заработать 100к на ютубе призыв к действию так я выберу подробнее здесь у меня подгрузилась картинка моего этого pdf чека но я могу изменить изображение нажимаю изменить изображение и могу выбрать какую-то другую картинку если это мне не нравится на своем рабочем столе например давайте сейчас поищем какую-нибудь картинку про youtube ну вот например вот эту открыть да и вот она такая картинка станет и я нажимаю создать вот соответственно у меня получились такие конечные заставки я могу в предварительном просмотре посмотреть как это будет выглядеть для этого бегунок сюда переключаю и соответственно вот так будет это выглядеть кроме того я могу сделать так чтобы мои конечные заставки выплывали не все сразу одновременно а допустим вот плейлист да я могу вот здесь взять и подвинуть эту конечную заставку и она выплывет последние 5 или 10 секунд то есть как это выглядит например появились сначала вот подписка на канал и переход на ссылку и и сейчас чуть позже появится в этом видео плейлист вот он появился да то здесь мы можем на дорожке регулировать когда конкретно будут появляться вот эти наши конечные заставки все меня все здесь устраивает я нажимаю сохранить и и таким образом благодаря моим конечным заставкам в данном видео человек который просмотрел этот ролик всегда сможет подписаться на канал перейти посмотреть другое видео или плейлист или же зайти на мой сайт и скачать какую-то бесплатность или посмотреть бесплатный урок или зарегистрироваться на мастер-класс или еще что-то вот то есть вот таким образом мы переводим зрителя в потенциального клиента ну что же если это видео было вам полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях что еще вам интересно узнать о продвижении бизнеса через youtube и видео контент обязательно скачивайте мой pdf отчет об эффективном использовании алгоритмов youtube вы сейчас видите его на конечной заставке и с вами была юлия измайлова увидимся пока пока